Хороший Дед Мороз Хороший Дед Мороз приходит под Новый Год с подарками, а на следующее утро с минералкой. Это история, конечно, про взрослых. Так уж повелось, что у славян Новый Год принято встречать с размахом и всем, что этому размаху соответствует. Богато накрытым столом, большим количеством горячительных напитков, танцами и гуляниями на морозе в ночи. Как сделать так, чтобы самое начало года не омрачилось больничным листом и не затянулось на несколько дней, а то и недель в нашей программе. Здравствуйте! Основную тему сегодняшнего диалога о здоровье я уже обозначил, но говорить мы будем сегодня не только об этом. Простые вопросы о здоровье. Существует ли такое понятие, как новогодняя депрессия? И ответы на них. Пусть они будут счастливы, и надежда пусть будет у них, как у всех нас. Жить подольше, пить поменьше и Новый Год не исключение. Первое правило и главное – это все-таки соблюсти меру. Анекдот в тему. Одна блондинка говорит второй. Представляешь, в этом году Новый Год попадает на пятницу. Только бы не на тринадцатый, отвечает ей вторая. Как правильно и безопасно встретить грядущий год обезьяны, интересует и жителей нашего города. Своими вопросами они поделились и с нашими корреспондентами. Здравствуйте, с Новым Годом. У вас есть какой-нибудь вопрос новогодний к врачам? Здравствуйте, всех с наступающим Новым Годом. Да, наверное, есть вопрос. Вот у меня перед Новым Годом за несколько дней портится настроение. Скажите, вот с чем это может быть связано, как это объясняют врачи, и существует ли такое понятие, как новогодняя депрессия? Вот скажите, на Новый Год обычно присутствует большое изобилие спиртных напитков на столе? И как лучше – понижать или повышать градус? Наконец-то выпал снег, мы все этому очень рады. И в связи с этим у меня вопрос. Мы с друзьями отмечаем Новый Год на даче, и после застолья все мужчины бегают голышом и босиком по снегу. Объясните, пожалуйста, чем это им грозит? Ну, а сегодня, в этот праздничный вечер, у нас в гостях Сергей Степанович Станкевич, врач-психиатр, нарколог-психотерапевт, и Александр Анатольевич Третьяков, травматолог, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Гомельского государственного медицинского университета. Добрый вечер! Добрый вечер! Всем приятного новогоднего вечера! Самый простой, самый главный, наверное, новогодний вопрос. Как безопасно, с медицинской точки зрения, встретить и, главное, пережить Новый Год? Сергей Степанович! Ну, я бы немножко вас уточнил, его надо прожить. Переживать не надо. Встретить приятно, с удовольствием. Всегда важна предварительная подготовка. Не только подготовка салатов, но и то место, где вы будете встречать и с кем будете встречать Новый Год. Это очень важная вещь, потому что в наркологии есть три главных вопроса, на которых нужно себе ответить. С кем я хочу выпить? Где я хочу выпить? А уже последний вопрос – сколько? Мне всегда казалось, что, наоборот, сколько – это, наверное, самый первый вопрос. Ну да ладно. Александр Анатольевич, ну а вы что скажете с точки зрения травматологии? Ну, с точки зрения травматологии, главное правильно провести подготовку и правильно завершить его. И главное – не совершить пару роковых ошибок во время подготовки и празднования Нового Года. Но любопытно, какие это ошибки? Существует несколько классических ошибок. Потому что во сколько часов приходят к травматологу пострадавшие, можно сказать, ошибка 9 часов вечера – это ранение ножами, во время приготовления блюд. Ошибка 12 часов ночи – это травма вскрываемых бутылок с шампанским. Травма 3 часов ночи – это раны, наносимые битой посудой. И четвертое – это травма 6 утра – возвращение домой по скользкой дороге. То есть травмы, ушибы, растяжение, перелома. Александр Анатольевич, ну вот вы рассказали о этих травмах, которые бывают в 9 часов вечера, в 12 часов ночи, в 3 часа ночи и в 6 утра. Давайте немного подробнее на них и остановимся. Типичная травма 9 часов вечера – травма хозяек. Во время приготовления разнообразных блюд острыми ножами обязательно кто-нибудь порежет себе пальцы или воспользуется острыми терками и в желании быстро и умело приготовить не соблюдет нормы безопасности и в результате получит рану. И новогодний праздник будет испорчен. Поэтому целесообразно в этой ситуации все-таки снизить, может быть, темпы приготовления, упростить, может быть, блюдо на столе. Травма 12 часов ночи. Все хотят вскрыть бутылку шампанского с хлопком, с выстрелом, с пеной. Но забывают, что пробку нельзя направлять ни на друзей, ни на кого-то сидящего в помещении, потому что пробка может попасть в глаз, в лицо, куда угодно и нанести травму. Хорошо, если это будет рука или туловище. Травма просто будет ушиб. Но если в глаз, это чреват очень тяжелыми последствиями. Самая странная травма – это травма, когда люди после завершения празднования вдруг решают помыть посуду. Мое мнение, не стоит соблюдать подобного сорта традицию. Пускай посуда останется грязной до утра, до позднего утра, когда со свежими силами мы сможем ее привести в порядок и не повреждаясь. Так как слегка выпив во время празднования, попытка помыть посуду часто чреват тем, что ее разбивают, ну и стекла наносят непоправимое, скажем так, повреждение или условно поправимое. Конечно же, не надо забывать о петардах. Они, к счастью, в настоящее время, в последние годы, это встречается все реже, подобная сорта травма. Но ее не надо, с петардами всегда есть вообще со всей пиротехникой, надо быть осторожными. И травма утренняя, когда все начинают расходиться, если где-то были в гостях, и иногда не очень уверенным шагом, не очень трезвой походкой, подскальзываются на гололеде и на скользкой ледовой корке, и падая, ушибаются, растягивают связки или получают переломы. Поэтому лучше останьтесь в гостях еще на немножко. Я думаю, хозяева уже не прогонят вас, пока вы не почувствуете полную уверенность в своих силах. Ясно. Ну, в травматологии прям такая очень интересная градация. Что же в наркологии? Первое правило и главное – это все-таки соблюсти меру по возможности. Второе и очень важное правило – это все-таки не сочетать и комбинировать напитки, потому что это приведет к очень нехорошим последствиям. Ну, самое простое – это головная боль утром, а самое сложное – это уже болезни печени и поджелудочной железы. Ну, а на третьем месте стоит уже наша психика. Сергей Степанович, вот сейчас мы и ответим на вопрос, прозвучавший несколько ранее. Внимание на экран. Вот скажите, на Новый год обычно присутствует большое изобилие спиртных напитков на столе? И как лучше – понижать или повышать градус? Когда мы потребляем очень разные напитки, особенно вино, водку и потом ликер, то таким образом наш алкоголь очень хорошо концентрируется в крови за счет других веществ. Наиболее полезными для этих чистых продуктов алкогольных – это водка. Или, по крайней мере, сухое, полусухое вино. Но если мы это все смешиваем, это надолго задерживается в нашем организме. И потом, естественно, оно больно бьет по нашей печени, по нашей голове, по нашим поджелудочной железе, по всему организму. Потому что алкоголь не выделяется из организма за один раз. Он циркулирует и выделяется очень долго. Поэтому нужно соблюсти меры предосторожности. Самый главный, наверное, вывод, который должны сделать телезрители о том, что все-таки алкогольные напитки в новогоднюю ночь, как впрочем, во время других праздников, смешивать нельзя. Да, да. То есть бытующее мнение, что нужно повышать градус – это, наверное, для создания соответствующего тонуса и настроения. Потому что, когда мы выпиваем и находимся в состоянии алкогольного опьянения, снижается наша критическая оценка выпитого алкоголя. Для того, чтобы усилить, точнее почувствовать, мы должны выпить больше алкоголя, либо больше концентрации. Тогда мы ощущаем уже действие этого алкоголя. И вот прямо в тему разговора наш следующий сюжет о том, как и чем отмечают Новый год в некоторых странах мира. Начнем, пожалуй, с изысканной и утонченной Франции. Празднование Нового года здесь начинается с ужина. Часов примерно так 8. Представьте, на столе красуются блюда из фуагра, омаров, ковченой семги и устриц. Главное, чтобы они были изысканными, а еще лучше редкими. Во Франции праздник не праздник, если за новогодним столом нет традиционной жареной индейки. Что касается спиртного, каждому блюду обязательно подается свое вино. А вот более крепкие напитки не в чести. А еще в некоторых домах до сих пор сохранилась традиция. Хозяин винодел должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай. Кстати, чокнуться с бочкой не значит выпить ее до конца. Идем дальше. И это соседняя Польша. В этой стране на новогоднем столе можно насчитать ровно 12 блюд. И ни одного мясного. Грибной суп или борщ, каша ячменная с черносливом, клетки с маслом, на сладкое шоколадный торт, обязательное блюдо – рыба. В Польше тоже пьют шампанское. Но все-таки традиционным новогодним напитком в этой стране является водка. А в Голландии обязательное национальное новогоднее блюдо – это соленые бобы, очень тяжелая для желудка пища, облегчить которую невозможно ни водкой, ни красным вином. В этой стране застолье начинается с шампанского, а в полночь все выходят на улицу и начинается массовое распитие Глинтвейна. В Голландии Глинтвейн не варит только ленивый, а пьют этот напиток голландцы со своими фирменными пончиками. И напоследок перемахнем через океан. Новый год американцы редко отмечают дома, поэтому в Америке не сложилось такое понятие, как новогодний стол. У каждой семьи он свой, а большинство американцев вообще празднуют Новый год в ресторанах. И единственным важным новогодним атрибутом всегда остается шампанское. Александр Анатольевич, ну понятно, что новогодняя ночь, она обязательно связана с пиротехникой. Это постоянные салюты, фейерверки, выстрелы и практически такая, знаете, реально звучащая канонада. Как себя правильно вести с пиротехникой? При правильном использовании пиротехника современная, достаточно безопасна. Но есть определенные секреты, которые надо использовать. Первое – это внимательно читайте инструкцию. Это не популярно у нас, но это надо делать. Потому что, прочитав инструкцию, вы всегда узнаете, чего не надо сделать именно с этим видом пиротехники. А главное – как быстро она сработает. Основной процент травм связан исключительно с одним вариантом. Все забывают о том, когда сработает пиротехника. И 3 секунды ожидания становятся мучительно долгими. Попытка разобраться, в чем же дело, наклониться над петардой или взять ее в руки и рассмотреть, что же с ней случилось, заканчивается обычно в травмпункте. Причем опираться хорошо, если затянется на 1 час. Иногда бывает и дольше. Или, и уж точно не стоит экспериментировать с пиротехникой, пытаясь произвести новые, необычные эффекты. Например, засунув петарду в бутылку из-под какого-нибудь напитка и ожидая, что же произойдет. Вы можете удивиться. Эффекты произведут все мыслимые ожидания, но совершенно будут не теми, на которые вы рассчитываете. Практически осколочное ранение может быть. В принципе, все взрывы петард и раны, полученные при таких травмах, относятся к минно-взрывной травме. И о них сообщают правоохранительные органы. То есть все достаточно серьезно. Да. Ну, давайте, так сказать, от грустных разговоров о серьезных травмах давайте, может, вернемся к чему-то новогоднему. Какие-то случаи из практики, которые случались 31 декабря или какие-то новогодние истории, связанные со специальностью? Сергей Степанович. Ну, в общем-то, больше 10 лет назад ко мне в отделение поступило два пациента, два родных брата. Они задолго до Нового года начали его праздновать. Еще до католического Рождества. Для этого они уехали на дачу. И там, в общем-то, употребляли долгое время алкоголь, около 10 дней. И как раз вот на 31 декабря случился у них алкогольный психоз. То есть они начали замечать, что вокруг дома какие-то демоны. И они целую ночь там оборонялись, держали оборону. Как только рассвело и демоны немножко исчезли, они взяли, у них там был мопед и велосипед, и до ближайшей дороги, с целью спастись, железной дороги, выехали и затормозили скорый поезд. И потом, естественно, сотрудники милиции были доставлены в отделение. Ну, как бы, в чем поучительная данная история? Не начинайте праздновать Новый год заранее настолько. Не, ну, наверное, надо не только не начинать праздновать Новый год заранее, а все-таки все хорошо в меру. Да, да, да. Алкоголь нужно потреблять очень в меру, потому что все есть яд, все есть лекарства. Александр Анатольевич, ну, а из практики врача-травматолога что можно рассказать новогоднего? Самые забавные случаи, наверное, связаны с теми вариантами, когда кто-то решил провести неординарный конкурс во время празднования Нового года, и не рассчитав свои силы, можно получить загадочные травмы. Например, поломать нос тартом. Как это случилось с одним пациентом, который в попытках без использования рук съесть торт с тарелки просто не рассчитал, скажем так, свое равновесие и упал лицом прямо на тарелку, получив такую экстравагантную травму. Ну, или наоборот, при остром и непреодолимом желании раскрыть все и достать все подарки из-под елки, особенно с натуральной елочки, некоторые пациенты настолько уже забывают о безопасности, что приходят на следующий день и с колотыми еловыми иголками, ну, скажем так, практически с ног до головы. Сергей Степанович, я хочу обратиться к вопросам, которые прозвучали от жителей нашего города в самом начале программы, и один из них специально для вас. Итак, внимание на экран. У меня перед Новым годом за несколько дней портится настроение. Скажите, вот с чем это может быть связано, как это объясняют врачи, и существует ли такое понятие, как новогодняя депрессия? Мы всегда живем ожиданиями, и особые ожидания мы всегда связываем с Новым годом, Новый год, новые перемены, и всегда мы ждем лучшего. Но у некоторых людей слаживается так жизнь, что к Новому году все не предвещает ничего хорошего. Ну, поэтому я хочу этим людям пожелать и сказать, что Новый год – это один день только лишь из многого долгого этого пути. Поэтому я думаю, что Новый день, Новый год им принесет светлое что-то, и рассеет их какой-то туман ненадежды. И пусть они будут счастливы, и надежда пусть будет у них, как у всех нас. Как мне кажется, Сергей Степанович сказал, что новогодний тост достаточно хороший, поэтому давайте уже за это поднимем бокалы. Ну, мы немного поговорили о том, что можно делать в Новый год. Ну, а чего категорически нельзя делать в Новый год с точки зрения нарколога и с точки зрения травматолога? Сергей Степанович? Ну, самое банальное, с наркологической точки зрения, это много пить нельзя. Много пить – здоровье вредить. Это старая известная истина, поэтому я ее повторяю. Желательно это соблюсти. Второе важное, то, что мы говорим про депрессию, это про то настроение, с которым мы приходим встречать Новый год. Поэтому хорошее настроение, оно предполагает дальнейшее развитие в нашей жизни в этом Новом году. Поэтому не нужно встречать его в депрессии. То есть без надежды, без предполагания, что все-таки все будет хорошо, жить нельзя. Даже в христианстве есть такой самый тяжкий грех – не самоубийство, а вот неверие в то, что будет хорошо. То есть вот это безнадега, это самое, наверное, тяжелое, самое сложное, самое… То, что мешает нам, в общем-то, двигаться вперед и жить, как говорят, счастливо. Потому что только лишь надежда, то есть наше сознание, наш ум и наше понимание позволяет нам ощутить себя счастливым. То есть, ну, нельзя быть несчастным на Новый год. Я бы так сказал с педиатрической точки зрения. Ну, больше всего пока. Александр Анатольевич, ну а вы что скажете? Чтобы я мог сказать, во-первых, пожелай всем удачно и без проблем встретить Новый год. Но для этого убрать подальше все острые режущие предметы, осторожно использовать пиротехнику так, чтобы она доставляла вам радость. И если вы уже чувствуете, что силы вас покидают, лучше останьтесь дома и не ищите приключений, потому что они могут не очень весело закончиться. Сергей Степанович, в начале беседы вы сказали о том, что для того, чтобы удачно провести и встретить Новый год, важна компания, в которой ты его встречаешь. Вот с точки зрения психотерапевта, психиатра, нарколога, как правильно подобрать себе компанию на Новый год? Ну, у каждого есть свой взгляд на эту позицию. У нас есть свои близкие люди, люди, которые нам интересны, и где мы точно знаем, что мы будем приняты. Это, наверное, главное условие для того, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, говорят по-простому, почувствовать себя и свободным человеком. То есть в своей компании, там, где ты людей знаешь и хорошо с ними знаком, которые тебя понимают, и ты понимаешь их, ты всегда чувствуешь себя свободно и легко. И тогда не нужно много алкоголя для того, чтобы получить удовольствие, и не нужно много еды для того, чтобы получить еще одно удовольствие. На самом деле, еда, алкоголь, они просто присутствуют во время вашего общения, вашего веселья. То есть, если мы заменяем алкоголь и еду, заменяем общением, то мы, в конце концов, либо оказываемся под столом, либо, извините меня, сидящим на унитазе. То есть, поэтому хорошая компания – это приятная вам компания, приятные вам люди, с которых вы их очень хорошо знаете. Александр Анатольевич, ну, не секрет, что любимое новогоднее развлечение и взрослых, и детей – это поиграть в снежки. Ну, тогда, когда есть снег, конечно. Вот, как себя уберечь от травм, связанных с тем, что в тебя попадет снежок? К счастью, в последние годы Новый год у нас стал, можно сказать, у нас наступила Еврозима, и снег стал изысканным украшением к редкому Новому году, нечастым гостем на нашем новогоднем празднике. Но, если это случается, то, конечно, грех не воспользоваться этим поводом и действительно не поваляться в снегу, не бросить друг друга снежком. Единственное, что требуется – никогда не делайте их слишком твердыми. Пускай они будут нежными, мягкими, и тогда никаких проблем не будет. Наконец-то выпал снег, мы все этому очень рады. И в связи с этим у меня вопрос. Мы с друзьями отмечаем Новый год на даче, и после застолья все мужчины бегают голышом и босиком по снегу. Объясните, пожалуйста, чем это им грозит? Как человек, работающий с холодовой травмой иногда и преподающий эту тему, могу сказать – рассчитывайте свои силы. Это возможно, это можно сделать, но если это займет пару минут, все обойдется. Но не искушайте судьбы, не делайте пробежку на 2-3 часа. Это уже будет слишком. Еще существует такая практика, знаете, покупаться в проруби. Только трезвому. Или, во всяком случае, с минимальными дозами алкоголя в крови. И опять же, пару минут. Ну, с другой стороны, наверное, не только трезвому, но и человеку, прошедшему определенную подготовку. Конечно же, если вы никогда этого не делали, не пробовали, такой эксперимент может закончиться, скажем так, уже в терапевтических отделениях с тяжелой патологией. Если у вас, тем более, вы знаете, что есть хронические заболевания, то это будет уже чрезмерный эксперимент. Все-таки это удел достаточно здоровых людей без всякой сопутствующей патологии. А так, если вы пробовали, если у вас есть опыт морожевания, то почему бы не... То есть, можно в качестве новогодней традиции для некоторых это использовать. И опять же, в безопасных местах. Сергей Степанович, вам вопрос, как, в общем, к наркологу. Все-таки, как же продержаться всю ночь и не упасть под елку? Ну, я начну с того, что начинал. Первое правило – это количество выпитого алкоголя. Второе правило – это та компания, в которой мы с вами встречаем Новый год. То эмоциональное состояние, то эмоциональный заряд нам поможет дожить до утра. Не просто дожить, а провести эту новогоднюю ночь в веселом состоянии души, без каких-то последствий для своего здоровья. Поэтому встречайте Новый год с бокалом шампанским, с одним и хорошей компанией. Ну что, наша программа подходит к концу. И давайте теперь короткое новогоднее поздравление. Давайте, Сергей Степанович, начнем с вас. Я буду краток. И для своего поздравления наших уважаемых зрителей буду использовать своего любимого автора Михаила Жвонецкого. Поэтому я желаю всем здоровья. Ну, как доктор – это да. Но я желаю всем и счастья. И желаю, чтобы на осуществление этого счастья у вас хватило здоровья. Замечательное пожелание. Александр Анатольевич, слова от вас. Хотелось бы поздравить всех телезрителей с Новым годом, пожелать всего самого хорошего в этом году. И чтобы каждый день приносил радость, счастье и удовольствие. Ну что ж, я тоже присоединяюсь к этим словам. С Новым годом вас, дорогие зрители. И берегите свое здоровье, чтобы не жаловаться на его завтра. С Новым годом и до встречи в программе «Диалоги о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин